Задержания и приговоры коррупционерам в органах власти продолжаются по всей России и на всех уровнях. Так, по одному из самых громких дел нашего десятилетия в отношении бывшего главы ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его подчиненных возбуждено еще 20 новых уголовных дел по статьям о получении взяток. Следователи планомерно разматывают этот клубок оборотней. Кроме Сафонова в делах фигурируют экс-начальник отдела ГИБДД по Ставрополью Александр Оржанухин, Владимир Парахин, Евгений Сотников, Алена Сотникова. На разворованные средства Сафонов строил себе личный дворец с золотым унитазом. Также стало известно, что в Ростове-на-Дону замначальника ИФНС Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и использование поддельного паспорта. Судом установлено, что злоупотребляя должностными полномочиями по возмещению НДС, Скрипников нанес ущерб Российской Федерации в размере более 106 миллионов рублей. Позже, будучи в федеральном розыске, он использовал поддельный паспорт, чтобы избежать задержания. Хорошие новости пришли из Новосибирска. Там в крупном мошенничестве был обвинен депутат законодательного собрания Иван Сидоренко, который через махинации проворачивал мошеннические схемы с земельными участками. Радует и Великий Новгород. Там экс-депутат Игнатов решением суда уже осужден на 5,5 лет колонии по делу о взятке. Его обвинили в посредничестве в покушении на получение взятки. Ранее в премиях сторон обвинения запросила для Игнатова 6 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Сторона защиты просила назначить более мягкое, чем предусмотрено статьей наказания для Игнатова, или вынести решение об условном наказании. Сколько понадобится времени, чтобы очистить государственную службу от коррупционной нечисти, и возможно ли это с учетом алчности и жажды власти все новых ее представителей, остается вопросом. И тем не менее хочется надеяться, что эти факты кому-то послужат примером, в будущем.